Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу IPLA. В общем, у нас распределение токена Flare, и рассказали нам, что первое приложение по улучшению Flare больших голосов, да, предназначен для лучшего голосования публичного распределения токенов. И оставшиеся 85% общей сложности, ну, напоминаю, что в AirDrop'е раздали 15%, которые были благополучно слиты, как китами, так и инвесторами, да, конечно же, кто хотел на халяву их получить. Ну и по факту говорят нам, что, как мы видим, на текущем этапе 28,5 миллиардов предназначены для прямого публичного распространения, также известного как FlareDrop, и первые 15%, получается, были успешно распределены еще 9 января. Но слив начался 8-го, я показал в ролике про топ-криптовалют, можете глянуть, у меня и в шорцах есть, в коротких видосах, и полный видос там есть, и это все подробно показал, почему Salogenix, Unbird и Flare будут сливать, и это, скорее всего, скамы, вот, поэтому, а также еще оставшиеся 85% и распределяться будут в течение трех лет, ну, то есть 36 месяцев, ну, 12, 24, 36, логично, логично, 3 года будут распределять, ну, как вы думаете, кто-то сольет их потом за какую-то более высокую стоимость, ну, вот, разлоки показываются, после утверждения, вот, они показывают нам, каждый держатель пропорционально будет получать, что в сумме составит 24, 2 миллиарда Flare за 3 года, вот, ну, и утверждение, предложение обеспечивает ряд преимуществ, говорит, устраняет зависимость от централизованных бирж для будущих распределений, не знаю, каким образом, это также существенно снижает ежемесячную инфляцию в сети и ограничивает максимальную эмиссию токенов в год, вот так вот, поэтому, ну, в целом, я считаю, что это бредсевые кобылы, потому что вот это распределение, то есть, по большому счету, за копейки к 26 году, ну, конечно же, они хотят растянуть резину добычки, может быть, есть мизерный шанс, что выживет Flare, насчет Sandberg до Salogenix очень сильно я не уверен, потому что, ну, как бы, потому что я увидел, в общем, подробно в ролике рассказал, интересная новость, что в Украине анонсировали сроки запуска пилота электронной гривны на базе Stellar, вот, и Минцифра у нас хочет ускорить процесс развития электронной гривны, согласно законодательству, пилотный проект должен стартовать в 24 году, вот, и по факту, сейчас я вам покажу, вот, вышел это на РБК Украина, и в Украине появится электронная гривна, уже в Минцифрах анонсировали пилотный запуск, вот, ну, напоминаю, что Stellar это компания американская, поэтому делайте выводы, хочет ускорить процесс развития, ну, тот же, ну, это Форка и Пла, если кто не в курсе, вот, и процесс развития электронной гривны, согласно законодательству, пилотный проект должен стартовать в 24 году, вот, и это рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, и он развивается, недавно презентовали на базе продукта Stellar электронную гривну, они разработали первые транзакции на блокчейне, как можно отследить движение этих средств, ну, то есть, естественно, все будет анонимно, как нам и завещали деды, как говорится, да, Федоров сообщил, что написал письмо Нацбанку о том, что нужно ускорить процесс развития электронной гривны, по законодательству в 24 году Национальный банк Украины, НБУ, уже должен запустить пилоты, но мы хотим запустить уже в этом году, в 23, а не откладывать на следующий, поэтому идет коммуникация с Нацбанком и бизнесом, это тоже безвозвратно произойдет, ну, безвозвратно запуск CBDC, и Национальный банк планирует начать введение электронной гривны, и соответствующий пункт содержится в стратегии НБУ до 25 года, поэтому никакие там 30-е года, что нам рассказывают байки, какие 30-е года, ребята, будет запущено намного раньше, поэтому имейте это в виду, поэтому, ну, а предоставил проект концепции электронной гривны, еще получается вот у нас 29-го, 11-го, вот так вот, это еще 29-го ноября, и, естественно, также у нас обнародовали результаты тестирования, давайте посмотрим, это было еще 13-го января, я не видел, но Тоскомбанк провел пилотный запуск электронных денег на базе Stellar, так вот, по поводу результата, в рамках пилота выпущенные активы, получается, использовали в расчетах между покупателями и продавцами, ну, логично, операции проводились в соответствии с действующими процедурами Киевоси и Аймэль, Аймэль, ребята, Аймэль, знаете, что это такое, это подтверждение ваших криптовалютных средств, обязательных для всех граждан, вот, поэтому готовьтесь. Тестирование продемонстрировало следующее преимущество блокчейна, прозрачность на всех этапах обращения и между всеми участниками транзакций, повышенная безопасность и конфиденциальность клиентских данных, конфиденциальность клиентских данных, но Киевоси и Аймэль. Низкие транзакционные сдержки и высокая пропускная способность блокчейн-платформы, поэтому конфиденциальность, конечно же, будет, естественно, это все сотрудничает с банками, которые берут паспортные данные, поэтому, да, ребят, все будет анонимно, да, поняли, да. Изучение в ходе пилота схемы обращения электронных денег является экономически целесообразной бизнес-моделью использования технологии блокчейн, говорится в отчете. Мы считаем пилотный проект успешным и перспективным с точки зрения дальнейшего развития продукта, его внедрения. При технической поддержке Stellar Development Foundation Foundation продолжит изучать особенности эмиссии учета обращения электронных денег с использованием блокчейна. Кроме того, банк исследует возможность использования таких активов, как инструмента розничных безналичных расчетов. И в Нацбанке указали, что результаты пилота являются важным материалом для анализа и использования в работе специалистов коммерческих и центральных банков. Но, говорят же, анонимно, но будут банки. А банки, наверное, без паспортных данных открывают счеты, открывают карточки, да, ребята? Ну, включите мозги, подумайте. И потом, напомним, пилот стартовал в конце 2021 года. Я напоминаю, вот у нас, смотрите, 14-го, 12-го. Запустил пилот по выпуску электронных денег на базе Stellar. Вот. И также сказали, что проект электронных гривен участникам рынка виртуальных активов, представителям банков и финучреждений. Вот так вот, ребятки. Поэтому и целью инициативы является эмиссия электронной валюты с возможностью программирования и использования. Вот, апдейт, давайте глянем. На пойму пилот не имеет отношения к выпуску эгривны, однако в перспективе результаты пилота могут быть применены в ее разработке. Положит, ой, положит, поможет. Это поможет нам изучать материал, говорят, использование технологии блокчейн с функционалом программирования и формирования концепции эгривны. Нацбанк продолжает работу над архитектурой национальной цифровой валюты и определением оптимальных способов использования. Создание концепции должно завершиться к концу 2022 года. После этого будет подготовлена нормативная правовая база. И антирочно в 2023 году состоится конкурсный отбор технологического провайдера для проведения тестового выпуска эгривны. Вот так вот. Ну и, получается, в декабре 2020 года подписали меморандум, получается, Stellar Development Foundation, то есть со Stellar еще в декабре 2020 года, чтобы вы понимали. И в июле 2021 присоединились к ассоциации украинских банков. Совпадение. Американская компания к Украине присоединилась. Ну, как-то магия прямо же, да, ребят? 30 июня Верховная Рада приняла закон о платежных услугах, которые в том числе регламентируют общие принципы выпуска цифровых валют центробанков. В июле подписал президент, и в сентябре у нас банки заявили о возможном запуске пилота по выплатам зарплат сотрудников в E-гривне уже в этом году. Ну, то есть, как, допустим, в Binance выплачивают BNB, точно так же в E-гривне выплачивают уже, ну, будут выплачивать, сказали и говорят, что в сентябре также уже, ну, планировали выпускать. Вот, в 2021 или в 2022 году. Ну, в общем, пока что не запустили, но все в процессе, как мы видим. И уже все эти издания популярные продублировали данную новость. Вот, поэтому имейте это в виду. Поэтому, ребят, цифровое будущее раньше, чем нам обещали, да говорят, там, 30-й год, но по факту видим, что, ну, потолок к 25-м, и я думаю, все это запустят. Если запускают уже в странах СНГ, то, я думаю, вы понимаете, что, естественно, в Европе, в Америке, там, в странах Азии, в Китае, там, уже самое, это запустится куда быстрее. Вот, главный юрист-консуль считает, что СЕК несет политическую ответственность перед администрацией Байдена. Еще важный момент скажу перед тем, как перейдем, по поводу того, что, естественно, пока большинство людей сейчас заморочены другими проблемами, которые в том числе могут возникать, то никто не обращает внимания, не следит и не знает даже по поводу вот этих цифровых валют, по поводу электронных, там, каких-то, ну, монет вот этих, и, соответственно, никто не следит, не знает и не осведомлен, понимаете, не разбирается, что это вообще будет, не готовятся никак. Ну, как сказать, как тут подготовиться, да никак, по большому счету, просто придется принять и простить, как говорится, да. Вот, поэтому, но, скажем так, что большинство людей даже просто не догоняют, что это будет, понимаете, и сидят сейчас на жопе ровно и думают, что, ну, вот эта халява с наличкой будет до бесконечности. Не-не, ребят, уже к 30-му году потолок налички уже не будет, если не раньше, ну, если не к 25-м. Поэтому имейте это в виду, и вы осведомлены, раз вы смотрите мои ролики, поэтому это везде произойдет, это не только в Украине, там, это не только в остальных странах СНГ, там, ну, то есть, это по всему миру, это все внедряется, я это показал, и уже пилотные запуски, они начинаются, и, как мы видим, естественно, весь этот процесс ускоряется. Пока никто на это не обращает внимания, на это и расчет, на это и расчет, чтобы никто на это не обращал внимания. Вот и все. И вы думаете, случайно, да? Ну, конечно. Главное, US-консульт считает, что люди сами не поймут, как их перевели на CBDC. Ну, а потом это все будет, скажем так, добровольно, а потом принудительно, поэтому попомните мои слова. Вот, сек несет политическую ответственность перед администрацией Байдена, ну, и решила его пристыдить Стюарта Альдоротти, да, Герри Генслера, по поводу того, что несет ответственность перед администрацией из-за его репрессии против криптоферм, ну, это принудительные меры, в том числе, ну, типа, угрожать начал. Недавнее против Kraken и Paxos, а он думает, администрация не в курсе, да, вызвал враждебность среди сторонников криптовалюты и могут негативно сказаться на администрации, демократической партии и в целом, и подчеркнул, что более 40 миллионов американских граждан владеют криптовалютами, причем большинство из них находятся в возрасте от 18 до 34 лет. Не знаю, откуда он такую статистику взял. Вот, и что указывает на то, что они достигли избирательного возраста. Вот, ну, и статистика показывает, что утверждения точны. Ну, статистика может все что угодно показывать, ее и нарисовать можно. Поэтому в прошлом месяце около 46 миллионов американцев владеют биткоинами, что составляет 22% взрослого населения. Вот так вот. И опрос NBC, проведенный в марте прошлого года, показал, что каждый пятый американец имеет опыт взаимодействия с криптовалютами в той или иной форме, причем большинство из них мужчины в возрасте от 18 до 49 лет. Вот так вот. Ну, Эльдероти отметил, по его мнению, генслер несет ответственность, поскольку был назначен президентом Байденом в 2021 году. Это означает, что председатель представляет политический риск для администрации, поскольку эти обиженные сторонники криптовалют, насчитывающие миллионы, никогда не поддержат кого-либо в будущем, делающего так много против криптаринга. Но решил такой ход конем сделать, и люди думают, да. И после таких заявлений, конечно же, люди думают, да, суд реален. Все, конечно же, очень серьезно, на серьезных щах, с серьезным таблом, с покерфейсом, и все такие сидят там, да-да-да, суд реален. Поэтому, ну, сейчас все решим, и XRP взлетает. Ну да. Сторонники криптовалют неоднократно призвали уйти в отставку. Можно подумать, если кто-то другой станет на его месте, что-то поменяется. Ребята, систему поменять нельзя, запомните. Поэтому утверждаю, что под его руководством правоохранительные действия всех никак не защищают потребителей. Сенатор-демократ, получается, также раскритиковал подход Генслера к регулированию криптовалюты в октябрьском режиме. Ну вот. Ну и также прозвучали на фоне возмущения, вызванного последними действиями. Ну и также заплатить там, вот, по поводу стейкинга 30 миллионов, это копеечный штраф. Потом еще по поводу БУСД, естественно. Ну и, конечно же, Fox News также подключается. Ну и типа, ну да, отрасль криптовалют в Америке, в Америке с маленькой буквы еще, чтобы взять ее под свой контроль. И Таргат предупредил о многочисленных принудительных действиях со стороны СЕК там, ND, там, FS и OCC, получается, в ближайшей неделе. Также у нас юрист, выступающий за IPL, хвалит Coinbase за готовность победить СЕК в суде. Ну и, как минимум, Джон Диттон также обратился в Твиттер, чтобы сообщить сообществу, что Брайан Армстронг из Coinbase предоставил единственный достойный ответ на угрозы СЕК американским криптобиржам, в частности, Кракен, за их продукты для ставок, ну, для стейкинга. По поводу, соответственно, говорить, что, как бы, на текущем этапе поделился ссылкой на сообщение Армстронга и опубликованное 10 февраля, в котором подробно объясняются услуги платформы по стейкингу. В частности, в нем говорится, что стейкинг не является ценой бумагой ни по закону США, ни, ну, о ценных бумагах, ни по тесту Хоу. И, ну, опять же-таки, вся вот эта клоунада продолжается, и клавная кампания, ну, и также еще там, вот, СЕК обвиняет Кракен, там, и так далее. Ну, и, конечно же, все после суда с IPL до сих пор верят, что, типа, СЕК это такая организация, которая серьезно берется и судит всех, поэтому, понимаешь, по-жесткому мы тоже верим на слово, конечно, ребят. Вы верите? Я да. Вот, поэтому главный риск консульта IPL становится политическим, чтобы раскопать Генслер. Вот, ну, это я уже показал, поэтому. Далее, древний адрес эфира у нас внезапно просыпается, конечно же, нам начинают рассказывать, и, как бы, который у нас бездействовал более 7 лет, это, получается, с 16-го года внезапно ожил и содержал 100 эфиров, это 150 тысяч долларов. Ну, это копье, ну, на фоне остальных китов, там, в миллионы долларов, поэтому. И активирован 53 минуты назад внезапно активация вызвала различные реакции со стороны криптовалютного сообщества в Твиттере. Ну, я не знаю, это фанатики, которые следят за адресами, даже у кого-то, я не знаю, 1 доллар лежал еще 10 лет назад, они будут за ним следить, что, типа, о, ни хера себе, адрес проснулся, ебать, сейчас, наверное, какое-то влияние на рынок окажет. Поэтому в то время, как другие считают, что это может стать началом повторной активации многих других неактивных адресов. Какая связь вообще? Некоторые пользователи вызвали, выразили обеспокоенность по поводу внезапной активации. Что же будет? Падение цены? Ну, заебись, еще докупимся, какие проблемы. Вот, поэтому пора продавать, написал там чувак, и в то время, как другие предположили, что внезапная активация может быть признаком коррекции рынка или манипуляции. Да, вы что, не может быть. Спящие адреса нередко просыпаются через много лет. В большинстве случаев эти адреса принадлежат первым проходцам, которые потеряли интерес к криптовалюте или забыли о своих активах. Нет, просто они холдят долгосрок, они занимаются херней. Вот, по мере роста активности криптовалют, эти держатели могут снова заинтересоваться или решить продать или использовать свои активы. Ну, и внезапная активация вызвала волнение в криптовалютном сообществе. Не знаю, кто там что волнуется. Ну, волнуется разве что, либо олигофрена, либо кто на эмоциях действует. Вот и все. Хотя причины активации неизвестны. Это напоминание о том, что держатели криптовалюта должны всегда следить за своими активами, чтобы не забыть о них. Не знаю, при чем тут это вообще? Зачем за ними следить? Ну, это навязывающе, типа, ребята, мониторите там, я не знаю, блокфолио, CoinMarketCap, еще там что-то какие-то кошельки, блядь. Постоянно мониторите, что ж там с ценой происходит. Поэтому для инвесторов это ж так важно, что просто пиздец. Японская ферма перечисляет XRP для криптокредитования. Ну, и FuelHash, японская криптоферма, опять же-таки, да, которая, ну, я уже говорил, что Apple у нас сотрудничает с азиатскими странами, в частности, с Японией той же самой. Ну, и объявила по поводу того, что платформа Криптотренинг, предоставляющая услуги криптокредитования, теперь поддерживает XRP. До этого присоединился также к USDC, USDT, BTC, ETH, ETH, ETH Classic, BNB в качестве других активов, поддерживаемых платформой. Ну, и говорят, что могут предложить минимум 100 XRP, и получается процентная ставка 1,5% через 90 дней и 1% в течение 60 дней. Ну, это, на самом деле, какие-то лайтовые такие ставки, при том, что процентная ставка сейчас, сколько там, почти 5%, 4,75, ну, именно к доллару. А здесь они предлагают вообще там 2%, в два раза ниже. Ведущий разработчик XUM сообщает, что скоро выйдет версия 2.4.0, ну, то есть будет обновление данного кошелька. Поэтому имейте это также в виду, ну, естественно, будет там QR-платежи добавлены, также еще вот эти поправки для введения там NFT, ну, и как бы сайдчейн также, хукс будет добавлен. Купить и продать XRP через приложение XUM можно позволит купить за фиат, выбирая у разных поставщиков. Ну, а XRP, это, скорее всего, будет у нас такой токен, который будет посредником выступать в CBDC. Так, ну, и по поводу цены. В принципе, как я говорил, мой сценарий отрабатывает, что будут укатывать. Я предупреждал по поводу EPL, ликвидация лангов у нас продолжается, в принципе, по поводу биткоина. По поводу биткоина давайте глянем, сейчас она подгрузит. Соответственно, снижение тоже продолжается. Многие надеялись, что да, будет там все зашибись, будет все классно, круто там, ну, как видим, объемы падают. В целом, кто-то ожидал продолжения движения. Максимум сейчас рабы системы и толпа ждет, получается, коррекции 21 вот сюда к этому локальному уровню. Ну, тут такой уровень, на самом деле, плавающий. Почему? Потому что здесь мы долго не задерживались. Мы бились в него, но по факту прошить мы его можем легко, и улететь минимум вот сюда, а то и вот сюда. Но нужно понимать, что уровень этот работал вот здесь, как поддержка, но здесь он может и не сработать, и мы можем его запросто прошить. Нужно это иметь в виду, потому что здесь никакой у нас консолидации здесь уже не было, ну, то есть, разве что в прошлом. Поэтому прошиваем мы его, я думаю, в легкую, как этот, так и этот, 21 тысячу, так и 19, поэтому и можем улетать вплоть до 16-15 тысяч. Ну, 15-500, там вы поняли. Вот, а по поводу остальных моментов каких-то, эффект давайте, эффект тоже самое, естественно, снижается, альты тоже падают то за дно. Поэтому ничему тут удивляться не надо, BNB падает на фоне вот этих там, ну, понятное дело, падает он на фоне падения рынка, ну и плюс, естественно, подливают на фоне вот этих новостей, что вот, ребята, смотрите там туда-сюда, ну, как мы видим, ну, BUSD там судят, Binance, типа SEC якобы взялась. Ну, опять же-таки, уже в третий раз она бралась и вот здесь, я снимал ролик вчера и вот здесь, и теперь вот здесь. Ну, короче, одна и та же канитель, это уже, ну, смешно просто. Вот, поэтому выкупают BNB, сильно удерживают, а по поводу XRP на текущем этапе, в принципе, я могу сказать, что цели мои неизменны, ролик по целям был до этого, поэтому я жду однозначно XRP от 32 центов и ниже снижения, поэтому я уже говорил, что сейчас закупаться рано и нужно, естественно, ждать. Поэтому такие мысли, такие дела пишите в комментах, что думаете по поводу электронной гривны, что думаете по поводу вообще CBDC, ну, и снимать ли такие ролики по поводу данной тематики, ну, и что думаете по поводу текущих движений рынка. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok